Бить в спину, когда человек сидит там, я это испытал. Меня посадили, а в это время священники меня продолжают долбить и впечать, и показания дают на меня. Было однажды так, когда собрались у благочинного Красноярского края, это был Бурдин, отец Александр. Ну и начали они меня полоскать. А у него была матушка, наша любимица, близкая. Она настолько была, как огонек горела. И они начали меня, как называют, полоскать. И она тогда встала и говорит, как вам не стыдно? Вот ты говоришь, у него икон не было, но ты же у него переплетному делу учился. У Игнатия вся стена в иконах, как же икон-то не было, а? Вы совершенно бесстыжие. Мне кажется, архиерей был там. И она всех их заставила согнуться. Человек идет узами в смертной тени. Я в лагере смерти нахожусь. За плечами пять тюрем. А они сидят жирные, до невозможности, без страха уточняющие себя. Вот такая получилась история. Я в интернете прохожу вот такой документ с печатью. Даже проверять не буду, я в это поверил. Информации о деятельности Константина Душенова, наносящей вред спасительному служению русской православной церкви и ее священноначалия, было решено признать его награждение орденом святого царя-страстотерпца Николая ошибочным и отозвать данную награду. То есть награду ему дали, он не просил ее, его признали труд таким орденом наградить. Он за царя был, за канонизацию. И он особенно хорошо отзывался и печатал. Это единственная газета, которая большие материалы о зарубежной церкви, а наши. И кто подписал это? О чем сообщаем клиру и боголюбивой паспи. Подпись «Митрополит восточно-американский и нью-йоркский. Первый иерарх русской зарубежной церкви от 16 февраля этого года». Кто? Фамилия? Кто? Не написано. Иларион. Ну понятно кто. И печать. Посмотри, печать. Прочитай, что на печати написано. То есть это от нашего первого иерарха якобы. Проверить, конечно, можно. Но за этим просматривается другое. Какое, естественно, начали? И он их не трогал. Это означает патриархия, против патриархии он крепко выступал. За их предательство, за ложь, за связь с миром, с этим, что продали все. И они теперь, значит, даванули туда, а те сразу сворачивают. Поэтому с нами-то разговор может быть еще проще. Вот еще грозный знак оттуда пришел. Я знаю этого, если это Иларион, это добрейший души человек. У него прозвище было. Это господин, у которого нет слова нет. Кто бы с чем ни обратился, он все выполняет. Он все раздаст себя последним, как филарет милостивый. И от него, чтобы это вышло, да ему век не надо, его не трогали все начали. Это явно, что тут было страшное давление. И может быть он и не подписывал, но без его ведома печати не ставится. Так что усилить молитву и об Иларионе, и о Константине. Если Иларион приложил сюда Русь. Это ни в какие ворота, ни в воздух, ни в землю не идет. Человек лежит и награды какие-то. Да ему век не нужна награда. Его награда на небесах. Это давануло патриархию и заставило это сделать. То есть с нами все будет намного проще. Я хотел сказать, батюшка далеко у нас? Он вышел. Он уехал. Уехал. Дело в том, что вчера здесь была встреча у батюшки с секретарем местной епархии Барнольской Алтайской. С отцом Сергием Беляевым. Я с батюшкой до этого разговаривал. Говорил о том, чтобы все заснять. А я вам показал, смотрите, завоевание космоса. Вот американцы и вот русские, когда советские, соревнования было. У советских авария случилась 30 лет, сверх секрета никто не знает. В Америке все открыто, больше миллиона зрителей стоят там рядом, рядом, чтобы только не повредило их. И сгорели космонавты, три. Их тут же фотографируют, угольки эти люди все видят. Как опускаются, как работают. Доигрались в прятки, ничего нигде нет. Космическая программа проиграна, страна развалилась, ничего. И все, секрет, секрет, все секретари, какие-то секретари. Слово секрет, тайны везде. Блудница, на котором на щеле написано тайна. Я за то, чтобы все было известно. Тут ничего тайного нет. Мы открыто говорим. Батюшка не согласен был. Но это еще только подготовительные, тут и должны говорить. Но у батюшки одно качество есть, исключительно положительное. Он где-то сопротивляется, не знает, как будто проверяет, насколько прочно здесь. А уже проводит около часа, два, три, он приходит и уже делает, и сделает как надо. И он мне только ушел сюда и звонит. Ну, приехал тут батюшка-то. Так, приходи. Я говорю, а зачем? Нечего мне там делать. И я не пошел, даже не показался. А теперь Беляев, этот секретарь, уже обо мне спрашивает. Он не болеет, он, то другое. То есть речь идет о создании рабочей группы. Максим лежит с переломанной ногой. Дома ему шпицы эти не уберут. Теперь только потеряйку, может быть, съездит еще. Но! И вот давят. Давят здорово, видать, чтобы осталось меньше двух месяцев. Что с нами делать-то? Мы единственные на всю Россию, которые остались на прежней позиции. Мы никуда не налево, не вправо. Благодатность патриархии мы всегда признавали. Ах, на каноническом признании мы его не принимали, но сказали, согласимся, что будет принято, и приняли его. То есть наши люди могут там причащаться, их к нам. К нам они никогда не придут, потому что надо быть и по форме одетым, и крещеным. А туда мы не пойдем, у нас батюшка есть. Но мы можем в один день все быть там, причащаться, если у нас не будет батюшки. Поэтому батюшка, ну просто под большим обстрелом, под пристальным их вниманием. Я никакой роли здесь практически не играю. Я свое дело сказал. У меня ученики, у меня книги, интернет. Я никакого осана не имею, чтец. Итак, будет разговор дальше. Батюшка ему говорит. А он как раз только приехал со службы, батюшка его в этом комнатушке своей там угостил. Что-то там чай или что-то выпили. Вчера с панихидного стола что-то было. И батюшка говорит, первое условие, чтобы все могло сниматься на видео, фото, аудио, другую аппаратуру, без всяких ограничений. Представьте, это говорит батюшка, с которым только что, час назад я говорил, который не надо. И батюшка свое дело делает. Не потому, что он переменяет мысли, он просто испытывает человека. Он увидел, что здесь, я говорю, я не на одном совещании даже не буду. Зачем? И совещание у нас будет проходить здесь. Теперь программу примерно я уже дал, написал. Где, Виктор Андреевич? Значит, бумага целая-то? Я думаю, что да. Да, найти надо ее. Я говорил, что не меньше десяти человек было. Скажешь так же, они хотят не больше четырех. Сколько раз? Я сказал, два раза в неделю. А присутствовать могут все. Но чтобы ни один голос не подал. Кому надо что-то сказать, вписывайте, бумажку своим подать, там озвучат. А батюшка говорит, так а что будет здесь? Это люди наши начнут кричать. Батюшка, ты наших людей не знаешь. У нас железная дисциплина. Да тут начнут такие-то. Так вот, дверь мы предупредим, выведем под белые ручки, там будет на скамейке сидеть. У нас не положено. Тем более, вам дается право свою мысль озвучить через того, кто является членом этой рабочей комиссии. Пока дальше неизвестно, но видно, что они поджимают. Как это дальше будет? Тоже не знаю. Ну, ясно дело, что я встал на молитву, попросил Бога. На душе спокойно. На душе спокойно. Я прошу Господи, не дай нам несчастливое объединение. Из свободных слуг Христу не сделали рабов патриархии. Мы на это никогда не пойдем. Такую свободу они в глаза не видали, какая у нас. С нами батюшка, с нами архиерей пьет и ест. Поборами не занимаются. Торговли нет. Да внешне, внутренне, возьми. У нас ничего общего нет. Они-то думают, что сейчас что-то мы сделаем. Будет как-то. А ничего этого не может быть. Но мы все проведем. Проведем до конца анализы и покажем здоровье полное. Вы нуждаетесь в объединении. В объединении с нами или с нашими идеями, делами. Мы в вас не нуждаемся. Абсолютно. И мы в вас чураемся, как зараза, как чумы. Вашу эту злобу, непрерывную поношение нас. Мы ни на одном совещании, ни в одной деревне, нигде против архиерея Максима не говорили. А всех людей говорим. Собирайте людей, организуйтесь, потом поезжайте к епископу Максиму, добивайтесь постройки храма. А сейчас пока ближайший храм, где мы всех зовем, никуда-то ни к старообрядцам, ни к баптистам. Против нас у них ничего нет. Я сказал батюшке, главное теперь будет удар по моим книгам. Они знают, где дальнобольная артиллерия. А батюшка знает, что сказать. Говорит, ну и тогда пускай комиссию составляют. Я говорю, да видите, это немало уже с 2001 года. Это 2011 год. Могли составить. Мой адрес на первой странице и на последней. Но ни разу ни один не вышел. Почему? Пояснять надо. Если они выступят против, то я скажу так, как она же сейчас болеет у них там катехизаторскими курсами. Писун, отец Сергий. Что-то он болеет, он такой старый, молодой. Наши ребята дали ему материал о крещении, чтобы ознакомился. А он говорит, а что Игнатий там вроде нащипал разные места Писания. Я это могу доказать, что не надо полного погружения из тех же мест Писания. Они мне пришли, и ребята говорят, пойдите к нему и скажите. Я не знал, кто ты, отец Сергий. Но если ты это сможешь сделать, вот на этих же местах и сделать против, я буду знать, кто ты. Ты антихрист в рясе. Антихрист. А он сразу говорит, да я не считал, простите, просто так я сказал и все. Не то, что они жидкие в коленках, они никакие. У них ничего нет. На нашей стороне Библия с неканоническими книгами. На нашей стороне 7 вселенских 9 поместных соборов святые отцы. На нашей стороне вся патристика святые отцы. На нашей стороне жития, на нашей стороне все. У них ничего нет. Кроме прихоти, своенравной, без страха уточнять себя. И с властью вот так вот соединять. Они без власти ни одного шага не сделают. Поэтому мы во всем мире, маленькая крошка, вызываем великое удивление в интернете. Кто такие? Что это за люди? Православные, и не похожие, и поют баптистские песни. У нас литургия идет, рукоположный священник, законный епископ Ептихий Домодедовский, векарный патриарх Кирилла. И они могут навешать ярлыки, но они сгорают в их ненависти. К нам они не прикасаются. Это я вам говорю, что у нас на этой неделе было. На той неделе говорили, что нужно с машиной что-то антикоррозийное наносить. Вот Николай, я его не вижу здесь, Крущина целый день провел за этим. Сколько денег собрал, я ему отдал, там 8,5 тысяч. Это все сделали, там он провел, и уже все. Видите, какая? Везде-везде все. Там навешали подкрылки какие, я не знаю. Дальше. Нам нужны были чехлы. У меня показа какая материя. И больше всего отрицалась Татьяна Александровна. А она это все сделала. И сделала превосходно. Такая мастерица. И там, где маленькие дырочки были, она зашила, даже не заметишь. И уже чехлы надели и осветили. Я говорю, ты мне рубашку делала праздничную презентацию книг. А это не сделаешь. И она сделала с такой добросовестностью, с чистотой. Так что, она с нами на благовестие будет, ну, на одних этих только. То это уже немалое, значит. По милости Божией. Поэтому вы не бойтесь брать на себя. Вот сейчас наклеить, что сказал, наждачная бумага. С одной стороны только там пошелкать, чтобы клеем приклеить. Я принесу еще тысячи. Я не по порядку говорю, но по тематике. Главное для нас, конечно, это благовестие. Вот. Машину мы уже осветили. Вот. Что дальше? У нас очень большая нужда помолиться о нашей сестре. Ну, кто знает о ком говорю, тот понимает. У нас сегодня и проповеди на это были, и вчера, и позавчера. И как об одном. Я проверил у меня все стихи. А стихов у меня 3467 по 9 куплетов. Представьте себе, как громадина. И слово, которое я там употребляю, только по отношению этой сестры. Киприяна и Устина. Это были такие мученики. И в этом стихотворении, я заканчиваю стихотворение, мы ждем Киприанов и Устин таких. Нежных. Кто такая Устина? Устина это была молодая христианка, как она обратилась к Богу. Но ее постигло искушение. И такое искушение было не один раз. Житие Василия Велика, говорится. Язычник. Полюбил ее. А добиться-то не может. А зачем она пойдет? Она Христа не предаст. У Христа с Велиаром ничего общего нет. И он пошел к волшебникам. А волшебники попытались, ничего нет. Он пошел к главному колдуну, который, кажется, 20 лет учился в Индии, в Египте. Всю мудрость спасти к Бесовскому. Киприан. Это главный колдун был. И она к нему. А у него просто все разжег, как буддисты делают. Вызвал духа так. Ты такую девушку знаешь, где она живет так. Немедленно сделаешь, чтобы она полюбила вот эту юношу. Он душу уже мне подписал. После смерти душу беру. Это потерянная душа. Он к ней. А она на него не глядела. А он перед ней мелькнул. И она его полюбила сразу. Отреклась одним махом. От родителей. От церкви. От всех отреклась. Тогда глянула только на него. Что делать? Молиться. Она знала. Вот сегодня батюшка считал. Стена ограждения. Она после молитвы. Бессунулся. Тут как молнии сверкают. Он назад. Юноша приходит и говорит. Вы обещали к вечеру, она со мной спать будет. Она на меня даже не смотрит. Как так? Он вызвал демона. Ты почему это не сделал? А я не могу его. Ну не могу, сказал не могу. Ну он его прогнал. Давай снова вооружить. Более сильное заклинание. Вызвал самого дьявола. Сатана пристал. Он говорит. Ты ее сделай так, чтобы она забыла все. Чтобы она одного его желала иметь. Независимо от того, что это юноша или мужчина. Пятый раз он женат. Или это разведи там, сделай, сведи ее и все. Что между ними развится в пять раз больше возраст. Сатана все сделает. Сатана говорит. А ты расплюнуть. Юноша вечером приходит на следующий день. Говорит. Она на меня вообще не смотрит. Вызывает Сатану. А Сатана сделала его птицей. Она-то молится. Ее не видно. Он взял птицей, чтобы на уровне подоконника. Второй этажа что видит. А на молитве ему сшибла эти крылья. Он грохнулся на землю. А дала ей-то это-то. А глоеду-то этому. Он вызвал Сатану. А Сатана говорит. Не могу ничего сделать. Как не могу? Да ты же говорил, что миллионы свел на грех. Это дух блуда. Ее не могу взять. Так почему же? А на имя распятого. Назарянина призывает. Он говорит. Ну и что? Как что? Так я же не могу. Если ты не можешь одного имени вынести. А когда он придет, как христиане говорят о трое пришествия. Ты что будешь делать? Сатане так не понравилось, что он схватил его и давай душить. Он едва вырвался. Прибежал в храм. И не выйду из храма. Крестите меня, епископ. Какой крестить? Главный колдун. Кого крестить? Не выйду. Ну, правила, канона у нас. У нас и должен человек оглашение пройти. Вы делайте как хотите, а я не выйду. Потому что он меня задушит за беремента. И церковь изменила порядок, его крестили. Через два года это будет епископ уже. Там такой талант, такая сила. В дальнейшем будет мученик за Христа. И их вместе берут Устина и Киприан. И этой девушке я посвятил это стихотворение. И вот почему, спрашивают, именно Устина? Сегодня вот это наваждение, я считаю, бесовское, напало на нее. Нужен Киприан. Конечно, было бы для меня чуть ли не елестно пристать в роли Киприана и защитить эту Устину. Но не по силам мне это. Это прямая борьба с сатаною. Кто согласен молиться? За нашу сестру, чтобы сатана открыл пропасть и снова рухнул туда. А Господь бы спас и сестру, и нас. Сколько я посчитаю? Подверьте руки. Держите, не опускайте руки. Я посчитаю, сколько молитвенников будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, шесть, шесть, пятнадцать. Ну, больше двадцати. Значит так, кто может? Сейчас пост идет, усилие и пост. Не пить и не есть. И молитва. Если кто знает, о ком я говорю. Знаете, сестра наша Елена. Крепко, крепко, крепко молиться. А потом поступит известие. Пока батюшка все отложил, они были на исповеди уже. И родители ее сегодня здесь. Это большая, огромная, страшная беда. Потеря веры. Нападки сатаны прямо зримо. Батюшка за свою, говорит, жизнь. А ему больше тридцати лет. Батюшке, как только он священником, еще не встречал такого случая. Полное омертвение, полное оцепенение. Наслал сатан. Вот сегодня, слышали, степенеет и не может. Не да, не нет и нет. Это явно бесовская темная туча нахлынула. И не надо здесь играть, что ничего обойдется, ничего не обойдется. Это борьба с потусторонним миром. Борьба страшная. И не просто борьба, до победы. Нам дано право, говорит, сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. 16, 20 глава гримлянам. Он сокрушит сатану. Молиться. И нигде не разговаривать об этом. Друг с другом не разговаривать. Слышите, я что говорю? Не выявлять ничего. Знаешь, для себя знаешь, не знаешь, вам не нужно. Свое время будет известно. Мы всю эту беседу, в прошлое воскресенье все записали. Беседа интересная, поучительная была, но не время для публикации. А когда-то оно выйдет, когда все будет свободно, они скажут, все свободно. Теперь мы устремляемся просто на сатану. Сатана видит, какая у нас жизнь, и он старается поколебать. А как правильно, скажите, как правильно помолиться-то? Ну, а ты что поняла, как ты сама думаешь? Ну, я должна молиться, а не чтобы... У меня заболела собака, я держал. Собака заболела. Собака очень хорошая. Зовут Берта. Я куда? К маме? У меня мама молитвы заболела. Я пришел, мама, у меня так собака заболела. Она перепеклась на солнце. Собака черная-то. И ее, ну, хватил солнечный удар. И она не пьет, не ест. Мама посмотрела, она не пьет и не ест. Так она бережет себя, сынок. Мама, молиться надо. Вот она мне, мама, задает творство. А кому молиться? Она знает. Николь еще до творства. Там-то не упали мои купени от пожара. Там кто? А собаки кому молиться-то? Этот вопрос православные задают. И верующий никогда не задаст. Господу нашему Иисусу Христу. Ты слышал про него? Слышал. Все. И скажи, Господи, приди на помощь. Ты сам говорил, избавь от лукавого. Ты сказал, дьявол сокрушен. Изгнан будет вов. И он падет в бездну. Отойди от души, которая омыта кровью причистой Христа. У тебя, Сатана, нет власти над этой нашей сестрой. Сестра Елена означает факел. Это факел для Бога будет светить. Он там будет освещать путь. Ну и она, конечно, с колен не должна вставать, чтобы через подоконник не пролез. Это так говорит-то. Понятно? Понятно. А вот когда у Василия Великого написано, точно так же было все. Сатана продал душу. А не сказал, он добился, и она за него. Отец, мать убеждали. Она никакие, только за него. Бесполезное дело. Она скрипит, как попугай. И все. У меня стихотворение есть такое. И сколько не бились, как идол. Говорит, стоит на своем. Это поэт черный пишет. Об еврейской девушке. Ну и отдали. А дальше она заметила. Он хороший, ласковый, все. Но в храм не ходит и не причащается. И она у нее выявила. В чем дело? Сатане душу подписал. Теперь он с ней живет, ласкается. И тогда Василий Великий узнал. Василий Великий рассуждал, не как я. Закрыть двери, никто не выйдет из храма. Будем только молиться. День, два, три, ни один не выйдет никуда. Вот как надо рассуждать. И все стали молиться, подняли руки, и никто не опускает руки-то. И сатана задрожал из-под купола, бросил свою там рукопись, которая подписана. Бросил. Вот как надо молиться, чтобы заявление в партию, которую подавал, вырвать из партархива. Взять его. Такое в житиях святых мы считаем неоднократно. Мы с этим, ну может, боком, краем захватывали. Теперь буквально мы зашли. И вот это, вот теперь материал, он на полную мощность сыграл. И знакомство совершилось через интернет. Были содействующие этому. Пособники, все выявится. Сатана. Поэтому мы призываем к молитве. Не выявляя ничего, прошу. Между собой на эту тему не разговаривать, а только просите у Бога слез. Слабые мы люди. Мы проглядели. И сатана наносит ущерб. Это наша овца, которым пасти уже захватит. Я просто прошу Господи, вырви ее из пасти дракона. Выни ее оттуда, Господи. Сокруши сатане голову. Это твоя овечка, Господи, за которой ты кровь причистую пролил. Понятно? Молитва сама пойдет, ты не остановишься. Я вам говорю, а вы это держите для себя. У нас дети, когда причащаются, вот я заметил. Вы их то ли не подготавливаете, то ли ничего. Так, далеко ты? Ну возьми девочку на руки. Подойди сюда. Как ты подходишь, причащайся? Возьми ее на руки. Как ты держишь ее? Так, вот так. Теперь эта рука у нее будет. Вот она за бороду делился. Вот она. Ей не надо отворачиваться, она уже отвернулась. Ты ее положи так, чтобы обе руки были с этой стороны. Разверни ее. Дома привучи к этому. Рука там, у руки с этой стороны. Она делает руку, уже она ее сделала, чтобы она выворачивалась. Поверни полностью на 100%. Чтобы она была как ты, синхронно тебе. Вот так, поверни. Вот так вот. И дома привучи, чтобы подносили ей плату или кто-то, не боялись. И она сразу голову чуть повернула, она на той стороне уже. Вот она, все. Посмотри, какая красавица. Она не причащалась? Нет. А у патриархии там не будут, они его опрокидывают, рот раздирают, зафиксировали его ложечкой в рот, готово отходить. А у нас нет, не причащается в следующий раз. Я говорю то, что есть. Я сегодня наблюдал. Ты поняла? Возьми на руки, неоднократно дома. Кого-то призови, чтобы сухарик дали. Приучите. У нас были дети, у кого-то не причащались. Я сегодня живу Третьякова, кажется. Причащалась она у тебя? Причащаюсь. Ну так, то есть в этом деле надо работать. Так, я сегодня, может быть я виноват. Виктор Андреевич, где у меня? Так, ты считаешь тихо. Головой, когда туда считаете молитву, даже головой сюда, когда поворачивается, и то больше в ней, в ней, в ней. Что же он так считает? Я знак не могу дать. Ты меня не любишь разве? А я не слышал, что ты считал. Понимаешь, твой хлеб, который ты мне бросал, он до меня не долетал. Вот, позапрошу, я в глаза это не похвалал уже даже. Просто так говорю. Вот Игорь, он внимает. И он так считает, каждое слово врубает в меня. Я тоже хочу учиться. В данный момент, когда вы читаете, я у ваших ног сижу. И он дома выписывает все места, заранее проходит из писания, которые златоусты когда читают. На отдельную бумажку он все делал, как я сказал. И у него сейчас никаких вообще претензий к нему нет. Видно подготовленное, нигде не спотыкается, потому что у него на отдельной бумажке, а там сбоку первый, второй, третий. Он так смотрит, а третий считает Исаия, четвертый кефесянам, пятый кремлинам. Ну, заметьте, как он стал считать. У него, я не говорю, духовный рост, но внимание к слушателям. Так, принимаешь? Принимаю. Все. А если я кому-то сделал замечание, вы сами на себя наложите и пяти минут завтра попутно. До обеда или сколько есть не буду, а буду усиленнее молиться и справлюсь. Видите, сколько у нас сегодня, ну, разного всего есть. Так, почти все я вам сказал. Я хотел остановиться, только подождите. На слове цепенеет. Сегодня как раз евангельское чтение было. И вот он цепенеет. Вы знаете, цепенеет? Человек вот так, вот как статуя. Он не может еще сказать ничего, ответить ничего нету. У него же голова есть. А нет, это бесполезно. Дух глухой и немой. Он делает человека таким же глухим и немым, и он не может не ответить ничего. Какой бы говорливый ни был, а тут все уперся. Стоит не одна мумия, холодная мумия, и все. Это дух. Сегодня наша страна в этом анимении находится. С детства научились ствернословить. Дух блуда захватил все. Напоминаю, 1861 год, пишет Достоевский Федор Михайлович, дети десятилетние и развратные. Точка. Дети десятилетние и уже развратные. Это 150 лет назад. Ни телевидения, ничего не было. Что сегодня-то спрашивать? Когда они из интернета не выходят. Любой фильм заказчики делают обязательно. Хоть одна блудная сцена должна там быть. Другого не может быть. И поэтому они сегодня не с 10 лет, а намного раньше. Мне звонит не кто-то, а полковник КГБ. Уже на пенсию. Близкий, хороший интеллигент, хороший человек. Меня арестовывал. И слово свое умел держать. Первый раз меня на машине домой привез. Я говорю, вашей матери сказал слово, что я его верну. Я вам вернул, говорит, сына. И он говорит, мой внук сегодня в этой области знает больше, чем я. Вы даже, Игнатий Тихонович, не представляете, что им показывают. Я говорю, откуда я его знаю? Телевидения у меня нет, фильмы не смотрю. Я отсталый человек, старый гнилой пень. Но я хочу дать ростки. Я занимаюсь Словом Божьим. Я занимаюсь тем, что прославляет моего Господа. А это знать не надо. Они говорят, как бессловесные скоты, что знают, тем расслевают себя, скакать друг на друга и проще. Поэтому берегите своих детей. Я каждый день дома поднимаю руки к святым ученикам. Господи, сохрани нас, чтобы не принять начертание зверя, антихристом, на лоб и на правую руку. И особенно молю о детях, где же они будут без хлеба, без всего. Сохрани их, Господи. Усильте молитву о детях, о внуках своих. Что с ними дальше будет? Так, кто хотел сказать, что? Давай. Я дополнить немного хотела, что Николай Олегович, который там находится до сегодняшнего дня, у него негде будет. Даже такую маленькую сумму получили, а купить-то проще невозможно. Так он являлся сторожем у нас, можно сказать. Потому что там бомжи, там атаковали люди. И эти собаки до какой-то степени спасли это место чем? Что когда бомжи через забор перелазали, в окна залазали, там все, там неизвестно, что могло быть. Эти собаки их хватали, кусали, этим самым они отпугивали этих людей. А сосед, которому надоело все это, вот эти собаки надоели, там кошки и прочее, он пришел со шваброй, с палкой такой, и стал бить его. Стекла поразбил в окна, в комнате, где он находится, и ребро ему сломал, стал его бить. Но он эту швабру вырвал у него, сломал. И, ну что, чем я могу помочь, говорит, ну собаки, есть собаки. Ну давай травить. Ну ладно, а потом он жил вот в этой засаженной такой комнате, что вчера он пришел, даже от него дымом сажей пахнет все. Ну вот немножечко, если кто-то сможет тоже вознести Богу молитву о помощи ему, чтобы он смог где-то определиться, потому что дам ему месяц, и когда покупатель был, то он сказал, через месяц все это убрать. Закон будет, наверное, ломать и себе где-то келью строить. Я поясню подробнее. Дело в том, что он охранял. Как охранял? Охранял себя там. Мы бы продали уже, может, пять лет назад. Вот соберутся вместе, а он там живет, его никак нельзя. И уже люди не знали, что делать. Звонят мне, ну что с ним делать? Что его убивать, его сжигать? Он не уходит, он один, жить негде. Ему находили два года, три года назад уже комнату.